Когда мы говорим средневековье, в голове часто возникают мрачные образы замков, выцарей, колдовства. Но что мы знаем о моде тех времен? Повседневная жизнь средневековой модницы была полна секретов и интриг, которые сделали бы современного трансэтера зеленым от зависти. Всем привет, с вами Юля, создатель бренда Julia F. И сегодня мы с вами узнаем, какими были модные тренды средневековья и как за ними следили модницы прошлого. Модные предпочтения всегда являлись отражением социальной иерархии и средневековая Франция не была исключением. Знать и крестьяне носили одежду, резко отличающуюся по качеству, цвету и стилю. Крестьяне должны были использовать простые и дешевые материалы, такие как лен, шерсть в естественных цветах или окрашенные растительными красителями. Запрещалось носить одежду из цветов или материалов, которые традиционно ассоциировались с высшими сословиями. Пурпурный цвет, шелк, бархат были под строжайшим запретом. На самом деле, мода претерпевала большие изменения в своем зарождении. Мода в глобальном смысле, о котором мы с вами ведем речь в сегодняшние дни, появилась лишь в 17 веке. До этого была народная, национальная мода, которая различалась по регионам. Одежда во все времена была зеркалом статуса своего хозяина, но с развитием общества вес моды становился все больше, что логично. И в какой-то момент человечество поняло, что эту моду можно монетизировать и, самое главное, держать под контролем, законами. Именно об этом на моем канале есть специальный выпуск «Зачем придумали моду». Ссылку ищите в описании, а мы продолжим говорить о средневековой моде и ее тенденции. Так как же модницы следили за трендами? Вы можете подумать, как в эпоху, когда книги были редкостью и не все умели даже читать, а средства массовой информации отсутствовали, люди следили за модой. На самом деле, мода распространялась не менее эффективно, чем сегодня. Знать часто отправляла посланников в соседние страны, чтобы те привозили новости о модных веяниях. Кроме того, большие праздники, турниры служили своеобразными показами мод, где каждая дама стремилась показать свое лучшее платье и тем самым диктовать моду. Путешествующие торговцы также играли важную роль в распространении модных тенденций. Они приносили с собой яркие ткани, аксессуары, украшения, которые позже становились новыми трендами среди знати и даже крестьян. Одним из главных мест для демонстрации модных нарядов были придворные балы и праздники. Эти события собирали всю знати, каждая дама, каждый господин стремились показать свои лучшие наряды. Праздники и церемонии в соборах, церквях собирали огромное количество людей и это была еще одна отличная возможность для знатных дам продемонстрировать свои роскошные наряды. Не менее важным аспектом были турниры, ярмарки, которые привлекали не только знать, но и простолюдинов. Турниры рыцарей служили отличной платформой для демонстрации модных тенденций в мужской одежде и доспехах, в то время как ярмарки давали возможность окрестным крестьянам и ремесленникам ознакомиться с последними трендами. На турнирах рыцари изощрялись в выборе доспехов и украшений для своих лошадей, стремясь не только показать свои боевые навыки, но и подчеркнуть свое благосостояние и вкус. Интересно, что многие из модниц занимались шпионажем. Нет-нет, не государственным, а модным. Подглядеть у соперницы фасон платья, выведать новые рецепты косметических средств. Все это было в порядке вещей. Можете ли вы себе представить, что в средневековье высокий лоб считался признаком красоты и утонченности. Дамы выщипывали волосы на лбу и висках, чтобы создавать иллюзию расширенного и высокого лба. Эта мода была популярна среди знати, и многие прибегали даже к болезненным процедурам для достижения желаемого эффекта. Пожалуй, вы удивитесь, узнав, что одним из самых бесстрашных трендов был аспект личной гигиены и ухода за кожей. Средневековые модницы добавляли порошок из жемчуга в свой крем, чтобы добиться особенного сияния кожи. А вот чтобы вас еще больше заинтриговать, легенда гласит, что дамы готовили маски для лица не только из природных компонентов, но и из весьма странных элементов. Некоторые из рецептов включали такие ингредиенты, как голубин и помет. Он якобы помогал выравнивать тон кожи. Широкие юбки, часто поддерживаемые сложными конструкциями из костяных или стальных каркасов, стали огромным трендом в конце средневековья. Они делали движения дам гораздо более элегантными и плавными, создавая иллюзию строгости и грации. Самые экстравагантные кринолины могли разрастаться до неприличных размеров, вызывая как восхищение, так и удивление окружающим. Изящные дамы использовали белило для лица, чтобы достичь модного белоснежного оттенка кожи. Эти белило содержали свинец, который, как известно, является крайне токсичным. Регулярное использование такой косметики приводило к тяжелым отравлениям и ухудшению состояния кожи, но ради моды женщины готовы были на все. На первый взгляд это может показаться странным, но в средневековье волосы, покрытые белым порошком, иногда использовали как модное украшение. Белый порошок символизировал чистоту и молодость, часто волосы натирали мукой или мелом, создавая эффект пудры. Прически, достигавшие невероятных высот, создавались с использованием конских волос, встроенных в собственные волосы дам. Такие прически занимали много времени и требовали помощи от парикмахера, служанок, но результат – высокая прическа, символизирующая социальный статус и элегантность. Женщины часто украшали свои волосы вышитыми лентами и драгоценными камнями, закрепляя их с помощью воска или медовой пасты. Эти украшения играли роль не только декоративного элемента, но и символа состоятельности. Блондинистые волосы считались идеалом красоты, и дамы стремились достичь светлых оттенков различными способами. Одним из методов было долговременное пребывание на солнце с намазанными лимонным соком волосами. В особенно экстравагантных случаях использовали смесь активно-химических веществ для отбеливания волос. А что же крестьяне? Несмотря на то, что большая часть их жизни была наполнена тяжелым трудом, даже им не были чужды попытки подражать высшим слоям общества. Их одежда была безусловно более скромной, практичной, но также имела свои особенности. Основным материалом был домотканый лен и шерсть, но даже среди крестьянского населения встречались попытки следовать моде, используя крашеную ткань и добавляя мелкие декоративные элементы. Ведущим цветом был естественный оттенок тканей, но иногда крестьяне могли позволить себе несколько ярких деталей, таких как красные нити или кусочки ткани, оставшиеся от знати. Женщины носили простые платья с поясом и косынки, а мужчины туники и шапки. Основная цель крестьянской моды заключалась в функциональности и комфорте, но несмотря на это элемент тщеславия был присущ и простым людям. Костюмы на праздники могли быть украшены искусной вышивкой или простыми узорами. Средневековые модницы обладали истинной страстью к красоте и оригинальности. В условиях отсутствия современных технологий и коммуникаций они не только не уступали современным модницам, но и в чем-то их превосходили. А как насчет того, чтобы попробовать внедрить несколько старинных модных секретов в нашу современную жизнь, ведь в конце концов красота и стиль дни времени. Пишите в комментариях свои мысли по поводу услышанного и делитесь этим видео со своими друзьями. А я с вами прощаюсь, всем прекрасного настроения и пока-пока!